Всем тихой ночи! Вдруг скрыто множество намеков на то, чем в сущности занимается фонд и какие тайны скрывает. Первая история повествует о том, что где-то в Мексике, на месте, в котором когда-то стояла старинная церковь, находится станция переработки военных отходов. Однако для обычного военного объекта ее слишком хорошо охраняют. По нарушителям периметра стреляют без предупреждения, а у людей, видевших, что там происходит, практически нет шансов остаться в живых. А там всего лишь находятся 9 детей в возрасте от 4 до 11 лет. У них отсутствуют признаки нервной деятельности, но тела их живы. Каждый из них испускает особое излучение в определенном паттерне, и по отдельности они не представляют никакой угрозы. Но будучи собранными вместе на расстоянии не более 20 метров друг от друга, их излучения так накладываются друг на друга, что становятся мощнейшей разрушительной силой. Будучи направлены на какой-то объект, это излучение полностью стирает его из реальности. Это оружие было создано в начале 20 века в результате масштабного эксперимента фонда SCP, в котором было задействовано множество SCP-объектов. Что, кстати, сразу нам говорит, что эта версия 001-го объекта не из тех, которые претендуют на предысторию фонда. А еще интересен факт, что ни одного из этих объектов нет в общей базе данных, что может указывать на то, что дело происходит в каком-то отдельном мире мультивселенной, настолько отдаленно от основного мира SCP, что объекты фонда из него даже не попадают в общую базу данных для всех параллельных миров. Сам этот SCP-001 настроен так, что пользоваться его разрушительными свойствами может только глава фонда, лично администратор. При помощи этого оружия фонд сначала уничтожил небольшую группу культистов Церкви Разбитого Бога, затем организацию под названием Царство Абаддона. И судя по тому, что такая связанная организация больше вообще нигде не упоминается, сработало это оружие как надо. Однако после полного стирания из всех реальностей целой организации, фонд понял, насколько мощную штуку создал, и назначил ей номер SCP-001, а затем направил все свои усилия на содержание в тайне этого объекта. На беду объект оказался еще и сильным источником радиации, что создало множество дополнительных сложностей. Для содержания фонда пришлось использовать довольно большой участок территории Мексики. Еще одной сложностью в содержании стало то, что в результате внутреннего заговора администратор, единственный человек, которого слушались дети, был убит, а значит они стали полностью неуправляемы. После этих событий детей поместили в свинцовые саркофаги и погрузили на огромную глубину под руинами старинного монастыря, а все возможные подземные пути к ним плотно залили бетоном. Вторая история из Урабороса довольно большая, но в основном состоит из описания и диалогов, а по сути пересказывается довольно быстро. Она про разбитого бога Механ, того самого, которому поклоняются культисты церкви разбитого бога. У культистов этих всегда была одна проблема. Для сборки своего механического божества им изначально нужен был предмет под названием сердце Механ, которое еще не удалось обнаружить. Однако культисты не унывают, и однажды где-то в Мексике местные сторонники механического учения из различных аномальных артефактов смогли создать вещь, которая вроде как работает как искомое сердце, и уже вокруг него начали сборку самого бога Механ. Божество из паленых деталей получилось так себе, и начало все вокруг громить. В рассказе много сочных описаний бесчинств механического монстра. Неплохой такой сценарий для фильма «Катастрофа». На шумок прилетел SCP-2399, поврежденный разрушитель, и атаковал стальное чудовище. Уничтожил его и улетел обратно к себе на Юпитер. Так что те, кто теоретизировал о том, что SCP-2999 – это подарок цивилизации из иных миров, который призван защищать человечество, оказались правы. После этой битвы титанов образовался Калифорнийский залив, а фонд SCP еще много лет вылавливал из воды детали обеих машин. В один из дней удалось выловить то самое сердце Механ, использованное для создания монстра, поставленное на содержание как SCP-882, на котором обнаружилось клеймо фабрики. Той самой зловещей фабрики, которой вообще много с чем связано в мире SCP. В третьей истории, снова в одном из миров мультивселенной SCP, фонд по-прежнему экспериментирует со всякой аномальной дичью, что у него есть. В ходе этих экспериментов происходит авария, и один из ученых пропадает из нашей реальности. Позже он снова появляется, но в виде практически всемогущего существа, которое способно манипулировать пространством и временем. Это существо рассказывает, что когда-то оно было ученым фонда Кельвином Демистом, но после той аварии на эксперименте, личность Кельвина срослась со вселенной сингулярностью, и вселенная сингулярность приобрела личность этого ученого фонда. Кельвин вернулся, чтобы рассказать, что аномалии появляются потому, что наш мир сливается с каким-то другим, и вскоре совсем утратит стабильность, превратившись в подобие сна поехавшего наркомана. То есть станет как мир лол фонда. Для решения этой проблемы, он предлагает уничтожить все существующие миры, и слепить из них один стабильный. Единственное, что не дает ему это провернуть, это то, что он привязан к той машине, которая изначально привела к его пропаже. Но не беда, все что надо сделать, чтобы Кельвин стал всемогущим мультивселенным божеством, это отключить эту машину. Собрался Совет О5, на котором было решено для начала узнать, что это существо вообще может. Ему принесли SCP-884, зеркальце для бритья, и предложили уничтожить тот мир, с которого этот предмет происходит, для чего частично отключили машину. В результате SCP-884 просто пропал, а вместе с ним из мультивселенной исчез целиком и тот мир, где этот артефакт изначально появился. Совет О5 пришел от такого в ужас, и включил машину обратно, на что Кельвин обиделся и стер из мира несколько советников. Так или иначе, мы узнаем, что в одном из уголков мультивселенной фонд содержит сущность, которая может и хочет уничтожить весь мультиверс, просто потому что может. И именно ее и обозначают, как SCP-001. Это та часть третьего рассказа, который есть в русской версии сайта SCP. Но на самом деле это не все. Есть еще рассказ Moonrise, из которого мы узнаем некоторые детали истории Кельвина Десмита. Это оказывается, что в том мире, где он слился со вселенной сингулярностью, его дочь сожрал SCP-106 старик. Во время этой аварии, первое, что увидел Кельвин, когда провалился во вселенную сингулярность, это огромная бесконечность миров, в которых есть он и его дочь. Также он увидел, что многие из этих миров соединяются с карманными измерениями, откуда приходит старик. Он начал разрывать эти соединения одно за другим, а в конце вообще распотрошил мир старика. Однако полностью расправиться с монстром ему не дала вновь включившаяся машина, к которой Демсмит оказался привязан. Он оказался заключен в своем родном мире, однако не был лишен своей силы полностью. Как-то раз ему удается прийти на заседание Совета О5 в виде стертого ему 501. Там он вполне логично потребовал освободить его. И по этому случаю на этом заседании случается перестрелка, в результате которой в фонде остался всего один советник, О5-03. 03-й спускается в камеру содержания прямо к SCP-001, где проводит многие годы в бесконечных беседах с бывшим ученым фонда, а ныне могущественной сущностью. Таким образом его и содержат. Четвертая история Урабороса имеет говорящее название. Так все заканчивается и неожиданно является документом повстанцев хаоса. В нем говорится, что все, что происходит аномального, происходит лишь потому, что Совет О5 фонда SCP в угоду своим желаниям начал изменять саму ткань реальности. В документе идет перечисление деяний каждого из О5, которые привели к тому, что мир стал ненормальным. И это не завершение истории Урабороса, а где-то только ее начало. Потому что в этом так все заканчивается. Есть ссылки на 25 довольно объемных рассказов. В этих рассказах весьма подробно раскрываются личности всех членов Совета О5. Настолько подробно, что можно делать еще одно видео про О5 на этом канале. По сюжету этих рассказов, всех советников убивает оперативник повстанцев хаоса по имени Кельвин. Приключения Кельвина действительно очень объемны. Там, наверное, на целую книгу текста. Но главное, что происходит, это то, что Кельвин убивает весь Совет О5 своего мира. Заканчивается все тем, что Кельвин сам становится администратором фонда и собирает новый Совет. Кроме того, фонд SCP сливается с повстанцами хаоса и становится с ними одной большой организацией. Итак, в чем суть всего написанного диджеем Кактусом? Ну, кроме того, что его версию SCP-001 можно издавать в нескольких томах. В этих текстах мы видим, каким разным может быть фонд в разных мирах. И какие разные у него могут быть цели. Как мне показалось, SCP-001 от диджея Кактуса – это мультивселенная сама по себе. Во всем ее многообразии и многогранности. Все эти крайне слабо связанные между собой истории, не похожие даже по стилистике, говорят нам только то, что в мире SCP возможно практически все, что угодно. Главное, чтобы история была хорошей. Как-то так. Как обычно, оставляйте комментарии за какую-то тему из мира SCP. За что комментариев будет больше, то и будем обсуждать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok